Что произойдет, если вы будете выполнять планку каждый день по одной минуте? Упражнение с собственным весом имеет особый интерес среди любителей фитнеса, благодаря своей простотой и практичностью, позволяя привести себя в форму без какого-либо оборудования. Планка в ее базовом варианте – это один из видов упражнений с собственным весом, который никогда не устаревает, несмотря ни на что. Это упражнение идеально подходит для тех, кто ведет напряженный образ жизни, и порой очень трудно пойти в спортзал из-за нехватки времени. Выполнение планки каждый день, даже всего 60 секунд, помогает укрепить весь корпус. Фактически большинство фитнес-экспертов сами заявили, что планка является одним из самых эффективных упражнений для ежедневных тренировок. Это именно то упражнение, с которым можно привести в тонус свой пресс. Оно даже более эффективно, чем скручивания или подъемы. Смотрите это видео дальше, чтобы узнать, что с вами произойдет, если вы будете выполнять планку каждый день по 60 секунд. Первое. Это существенно снижает риск травмы спины и позвоночника. При занятиях спортом также существует риск получить травмы спины и позвоночника. При правильном выполнении планки вы укрепите мышцы спины без необходимости оказывать слишком сильное давление на бедра и позвоночник. В результате это поможет облегчить боль в спине, одновременно помогая вам сохранять прекрасную осанку, когда сидишь или идешь. Второе. Это укрепляет и развивает общий мышечный тонус. Планка нацелена на каждую основную мышцу корпуса. Мышцы кора. Вот почему. Под основными мышцами кора мы подразвиваем все косые и брюшные мышцы живота. Планка. Более того, по мере, как вы будете становиться лучше и сильнее в планке, вам станет легче выполнять другие упражнения. Например, если вы часто посещаете тренажерный зал, вы заметите значительный прирост силы в нескольких базовых упражнениях, таких как приседания и становая тяга. И хорошие новости для женщин. Планка также способствует упругости и увеличению ягодиц. Третье. Это улучшает общий обмен веществ. Планка – это комплексное упражнение, поэтому оно задействует несколько мышц одновременно. Что это даст, спросите вы? По сути, вы будете сжигать на порцию больше калорий одновременно, чем это потребовалось бы при выполнении других упражнений для пресса. Например, скручивание или подъемы. Кроме того, наращивание мышц также приводит к сжиганию большего количества калорий. Это потому, что чем больше у вас мышц, тем быстрее будет ваш метаболизм, то есть обмен веществ. Четвертое. Это улучшает такое физическое качество, как баланс. Пробовали ли вы стоять на одной ноге или как долго вы можете удерживать свое тело на неустойчивой платформе? Несколько секунд? А что происходит потом? Вы падаете? Если вы споткнулись или не удержались на ногах, даже будучи совершенно трезвым и чувствуя себя нормально, то это потому, что ваши мышцы живота были недостаточно сильны, чтобы поддерживать необходимый вам баланс. Планка в течение одной минуты каждый день улучшает ваш общий баланс. В конечном счете, это повысит ваши результаты в любом виде спорта. Пятое. Это приносит пользу вам с умственной точки зрения. Знаете ли вы, что упражнения планка сильно влияют на ваши нервы и центральную нервную систему? На какой-то минуте вам необходимо включить свою терпелку и проявить недюжую силу воли, чтобы продолжить упражнения. Следовательно, это делает их удивительным методом улучшения общего настроения человека и развития центральной нервной системы. Во-первых, планка растягивает группу мышц, которые влияют на стресс и напряжение. Смотрите, когда вы сидите целый день или стоите, ваши мышцы напрягаются и возникает напряжение плеч, из-за чего весь день вы сутулитесь вперед. В подобной ситуации напрягали мышцы и нервы. С помощью планки вы можете успокоить свой мозг и одновременно помочь справиться с тревогой и даже симптомами депрессии. Итак, ты начнешь делать планку завтра? Если да, то держи тренировку, с которой ты начнешь выполнять планку не только одну минуту, но и 3, 5 и 10 минут. Суть тренировки заключается в том, чтобы в минутном отрезке укорачивать отдых и увеличивать работу. Для начала освои планку в 60 секунд. Выполни 20 секунд планки, 10 секунд отдых. 20 секунд планки, 10 секунд отдых. После прохождения планки в 60 секунд попробуй свои силы в трехминутном удержании по тому же принципу. И так далее. Будет здорово, если вы вернете сюда и поделитесь своими результатами после месяца регулярных планок. А пока вы можете оставить несколько комментариев ниже по поводу этого видео. С вами был тренер силы выносливости Федор Сергей. Увидимся в следующих видео. Федор Сергей